Два, 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 раз, 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 три. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы сегодня такую небольшую лекцию, концерт-лекцию, расскажем о инструментах, расскажем для чего нужны духовые оркестры и так далее. Значит, наш оркестр достаточно молодой, в области есть старший оркестр, и нам доводишь в этом исследовании, всему здесь ресурс, посол, он здесь. Тем не менее, из нашего оркестры, у меня стоят здесь ребят, в этом участке, кто-то продолжил, кому-то было очень интересно, кто-то до сих пор ходит, даже с самых первых. Но, тем не менее, оркестр существует, постоянно омолаживается, и если будут старшие ребята, если ребята будут помороже, которые, так скажем, не уступают старшим, стараются погнать старшим. Ну, я немножко, пару слов скажу о духовном оркестре. Духовые оркестры у нас в России начали возникать еще в эпохе ветра первой. И, как водится, все начинается сами. И в 1712 году Петр Первый сдал приказ, которым положил начало военно-оркестрового спорта. Сначала назывались литавристы и габаисты. Первые оркестры назывались литавристы и габаисты. В каждом полку должен быть оркестр. Со временем конструкция инструментов совершенствовалась, и уже в 19-м веке, это было 18-е, в 19-м веке где-то в середине образовались такие составы. То есть инструменты сначала были, натура одного. Ну, я объясню на сердце. Если физиками все изучают, по-простому объясню. Значит, не полностью два колена, а спробно. Ну, вы представляете, да? До-ре-ми-фа-со-ля-си. Знаете, да? Да, да. Так вот, у нас на этих инструментах вызываются звуки изначально, с пропуста. То есть, и вот на этой основе возникали первые сигналы. Ну, вы знаете, что духовые инструменты тоже очень древние. И изготавливались из самых простых материалов. Ну, например, рака желудка. Улитки, раковины улитки. И не случайно хорны. Хорны. Горны. От слова ровны. Хорны. Горны. Горны. Исполня. На месте, только в эту дуу. Все звуки. Ну, кроме мерных инструментов, у нас еще есть и деревянные инструменты. Которые тоже очень важны. И, скажем, флейты всевозможные. Есть продвольные, есть подсвечные. Они изготавливались из чего? Тоже из подвесных. Бамбук. Камыш. Выпиливались из деревьев. То есть такие инструменты называются свиста. От слова свист. То есть звук образуется. Ну, колбасок, как вы русские знаете. Свистерка. Вот принцип такой же. Принцип такой же. Значит, ну, вернемся опять к друговым инструментам России. И, в общем, такие современные составы уже в середине 19-го века сложились. Конструкции, практически конструкции многих инструментов остались такие же. Какие-то совершенствования в конце. Это называется вентильным механизмом. То есть, если у нас там такой вентиль поворачивается и не так прямо идет, а вот так вот. И за счет этого помешивается. Это вот нажимаем. Немножко больше трудности. Еще помешивается. Комбинация еще помешивается. Чем больше комбинация, тем ниже. Получается. То есть, от основного века. Ну, например. Вот я возьму до второго века. И мы заполнили тот промежуток. Так вот, первоначально, когда инструменты были натуральные, то есть без механизма, вся музыка была построена по типу сигналов. Вот это вот. Вот так вот. Вот дорого. И не стоит. Вот это вот. Вот это вот. Ну что значит все вот эти медные инструменты, кстати, они тоже сложились так, что самый лучший материал, мед содержащие материалы, латунь, тампакс, ой, тампак, латунь и тампак, самые лучшие материалы для медных инструментов. И вот благодаря тому, что меч хорошо очень резонирует и очень хорошо слышно, и использовались в войсках для оповещения вольт, например, ну голосом, что машины должны звучать? Голос или инструмент, как это называется? Инструмент, да? Очень далеко. Вот. И поэтому в боевых действиях пусть первые ноги, которых не было ни электричества, никакой, и использовались сигнальные, не так и называют сигнальные, сигнальные. На охоте используются. После совершенствования сложилась вот такая вот система. Значит, с изобретением очень большой возможности механизма, рентильного, возможности расширения. Кроме этого, чуть попозже, уже в конце девятнадцатого лета, еще был похожий изобретен механизм пумпа. Если там за счет поворота, то здесь, как пумпа, опускается и пошло в поворот. Если там поворот, то здесь пумпа. И за счет этого там специальные ходы, которые позволяют или по основной трубке при нажатии добавлять тот или иной метр. Кроме. Кроме. Вот. Значит, стопан, там и пейли. И возможности духовых оркестр очень большие. В настоящее время духовые оркестры могут играть все. Как классическую, и народную, так и джазовую, и эстрадную, и так далее. То есть практически играть можно все. Ну, это зависит от уровня оркестры и от профессиональных людей. Ну, так как он оркестр и оркестр, мы научимся, но мы стараемся охватить все жанры. Что еще бы хотелось? Ну, обратите внимание, все духовые оркестры возникли в армии. И это всегда было связано с тем, что музыка поднимает дух. Ну, представьте, солдат идет в покой. Идут и идет какой-то покой. Они перемещаются с одного места на марш. Часть, подразделение, объединение и так далее. И вот идут они по пыльным дорогам, с полной выкладкой, с вооружением, со средствами защиты. Очень громко, да? И кто-то затянул песню. И люди как-то воскликли, да? Как-то вы видите, не сильно скрыли. А если еще заиграл духовые оркестры, и сразу подтянутые, и вспомнили, что надо, зачем шли и так далее. Вы знаете, в максимальных условиях людям может помочь. Во время войны, вот есть в роте баянисты? Вы прикрывали эту руку, чтобы баянист сохранительно посещал. Потому что он не легал. Потому что он создавался. Человек, который находится в рациональных построениях. И когда заиграл баян, или какая-нибудь музыка, мы как раз вспомнили, что создали весь мирную жизнь и так далее. И, вы знаете, во всех условиях могут подумать. Александр Васильевич, что он, слышали? Кто он? 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 Это один из выдающихся русских лотов, который не проиграл ни одного сражения. И когда Наполеон уже начался урок, единственный, кто смог его победить. Причем силами, которые были гораздо меньше, чем силы противоположных. Тут и по-моему. Не различный. Александр Васильевич. Так вот, Суворов говорит, что, когда он, ну, считалось неприступна Курецкая крепость, Исмония. И никто не мог. Осаждали. Исмором брали. Ну, взять, и никто не мог. И Суворов не единственный, кто смог эту крепость взять. Такого Суворова, и сразу. И Роман Глаз на него. Исмония. 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 Крик от него, ура. Ипотребление. И посвященное стихо. Ура. Исмония. Музыка отваивает, утраивает силу. Представляете, как ура? Так вот, военная музыка всегда, музыка, как патриотическая музыка, Она всегда была рядом с народом, она подчеркивала, самая тяжелая, самая для нашего народа. 22 июня 1941 года, что случилось? Вы помните? Носилась великая тесня. 22 июня? Да, то есть, носилась. Визля, без объявления войны, не только обманывала. И уже через несколько дней, после начала войны, по разию звучала песня «Священная война». Потому что свобода нашей страны, для каждого из нас, в то время года, была большинство, проживаясь. Вставаясь страна огромная, вставаясь на смертную бой, с фашистской силой темной, без смертной народа. И для всего народа, эта война действительно была священная. Нет, это самая кровопролитная война в истории. А для нас это еще война за независимость. И наши беды, прадеды, освободили не только себя. И отстояли свободу, не только свою, но и детей. И мы сейчас вам проиграем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Ребята. Что вы нас выслушали. Мы постарались максимально коротко объяснить и рассказать вам о таких интересных инструментах и о каком интересном виде. Вам в дальнейшем предстоит очень многое сделать, как я уже сказал, и один путь в школе учат нас многим очень важным общообразовательным предметом. А дополнительное образование позволяет вам выбрать роднейшую статистику. Дерзайте. Обучайтесь. Ходите во всевозможные кружки. Потому что будущее за вами. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое.